Запланировано в ходе визита встречи с президентами Египта, Конго, Уганды и Эфиопии. Основным, конечно, лейтмотивом является продовольственный кризис мировой. Но также они согласуют работу по второму саммиту России-Африка. Он запланирован на середину 2023 года. Любые, повторюсь, телодвижения России, особенно вот такого плана, вызывают хохот, смех. И не только в Украине, но вот, к примеру, Штаты заявили, что Россия судорожно ищет союзников после бойкота в цивилизованном мире. Имеется в виду отказ от топ-чиновников фотографироваться с Лавровым на J-20. Давайте разберемся. Ну, я думаю, что проблема заключается в том, что украинские эксперты в основном просто слабоумные. К сожалению, да, те эксперты, которые сейчас на плаву, они слабоумные. Потому что они никогда в жизни не воспринимали бы как шутку иранские беспилотники, к примеру, о которых мы уже рассказывали. И сам Иран с работающей экономикой, с 80 миллионами населения, они бы не воспринимали как шутку КНДР с ядерным оружием. Но Африка для них это вообще мусор. Что такое Африка? Я не говорю о том, что это колыбель человечества. Что на самом деле Африка это важнейший континент на карте мира. Из Африки постоянно что-то выкачивали. Африку постоянно пользовали. Африка постоянно была униженной на протяжении веков. Колониальные страны, понятно, да. Потом, ну типа уже Запад отказался от колоний. Но на самом деле зависимость местной экономики от мировых корпораций никуда не испарилась. И продолжается то же самое выкачивание. Выкачивание и выкачивание. Причем западные страны зачастую в этом не признаются. Макрон недавно признал ответственность за геноцид в Руанде. Ну конечно не Макрон, а Франции. И в результате такой политики прекрасной страны Африки, а Африка является самым богатым регионом мира, они прозябают. Хуже того, на территории Африки возникло множество террористических группировок. Подразделения исламского государства. Ясное дело, что если бы это прекратить, если бы уничтожить террористические, быстро уничтожить террористические группировки, уничтожить, остановить войны на африканском континенте, которые поддерживаются, повторяю, которые там вливаются, вспомните фильм «Кровавый алмаз», да, сказка ложда в ней намек, да. Мы вам оружие, вы нам алмазы, в таком плане. Если это все остановить, то, конечно же, Африку нельзя будет держать на такой вот игле западными корпорациями. Поэтому остановить это немного невыгодно, и об этом никто не рассказывает. В 2014 году появляется на арене Российская Федерация. Конечно же, и до этого Россия, в ее лице Советский Союз, активно присутствовали в Африке. И сейчас, ввиду того, что мы вернулись к реалиям Холодной войны, как Запад, так и Российская Федерация начинают действовать по лекалам Холодной войны. Холодная война предполагает следующее. Прямое столкновение России и США, к примеру, приведет к обмену ядерными ударами, это конец всем. Поэтому воевать надо на территории третьих стран. Африка в этом плане является очень благодатной почвой. Почему? По ряду причин. Очень низкая социально-экономическая база. То, что для европейцев, для украинцев, для русских является обыденностью, для Африки, для многих стран Африки, воспринимается как нечто, ну просто как суперкомфорт. Ты построишь им гидроэлектростанцию, ты построишь им железную дорогу между городами. Это для них будет огромный скачок вперед и рост ВВП. Можно поставлять медикаменты, технологии, можно поставлять товары с добавочной стоимостью. Условно говоря, если условные русские боятся ездить на вагонах условного завода из Мутич, то африканцы будут ездить с удовольствием и будут благодарить за это. Большая проблема у них с продовольствием. В год умирают сотни тысяч, то и миллионы детей. Для понимания, к примеру, Египет крупнейший импортер пшеницы. В 2021 году 85% поставок приходились на Украину и Россию. Если быть точнее, украинская доля 20%. То есть это 2,5 миллиона тонн в абсолютных числах. Россия крупнейший импортер продовольствия. Я вам напомню, что именно из-за проблем с продовольствием произошла та самая арабская весна, из-за которой продолжают разбегаться некоторые страны до сих пор. Следующий вопрос. Армия. Боеспособность африканской армии. Несмотря на то, что первые недели войны в Украине показали, что и с российской армией не все нормально. Тем не менее, африканским армиям приходится сражаться в основном с бандформированиями. И они все-таки подготовлены плохо. Поэтому туда выезжают российские инструкторы. В боевых действиях им помощь оказывает ЧВК Вагнер, к примеру. Российские военные заручились такой поддержкой, что им ставят памятники. Следующий благодатный фактор это общее недовольство стран Африки политикой западного мира. К примеру, в странах Африки всерьез не понимают, почему они должны осуждать вторжение Российской Федерации в Украину, если до этого аналогичные вторжения в Югославию, в Ирак, в Афганистан со стороны западного мира считались чем-то непредосудительным. В ряде стран проходят митинги против европейского влияния и в поддержку Российской Федерации. Протестуют против рост цен на горючее, как в Гане. И там не видят прямой связи с войной в Украине. Иногда случаются перевороты, как в Мали. Но переворот в Мали был воспринят опять-таки цивилизованным миром не так, как переворот в Украине, как Евромайдан. А был воспринят как нечто реально плохое. Они вводят санкции, выводят войска. Но ввиду того, что Евросоюз сам сейчас находится еще со времен пандемии в кризисе и серьезно ограничен в средствах, ничего больше сделать не могут в отношении новой власти Мали. Говорят, что на отношение африканцев к Украине повлияли рассказы о том, как относились к эвакуации африканцев. Собственно, из Украины и такие случаи на самом деле были. Эти случаи очень грамотно подогрела российская пресса. И таким образом у африканцев сложилась, донесена была эта история до самих жителей Африки. И вот у них тоже определенные отношения. В чем фишка еще? Россия, как и Китай тоже, не выставляет никаких политических требований. Их интересует экономика. То есть не идут рассказы о правах человека. О том, что мы тут демократические, а вот тут уйгуры или еще кто-то. Да, нам это выгодно, давайте зарабатывать. По крайней мере с Африкой у России точно нет никаких исторических споров, как, к примеру, с Польшей или странами Балтии. Ну и ответ россиян движению БЛМ, это институт Лумумбы, в 60-м году он, по-моему, университет Лумумбы, который открыл в 60-м году. А это тогда, когда еще в некоторых суперцивилизованных странах африканцы не могли пойти в школу нормально. Съезжалось со всей страны журналисты и бросали в людей камни. Поэтому, а кое-где только-только закрыли человеческие зоопарки. Именно по этой причине Россия сейчас берет на себя роль планетарного Чи Гевары, освободителя угнетенных народов. Послушайте, о чем зачастил говорить Путин. Путин зачастил говорить о золотом миллиарде и о людях, которые являются вторым сортом. Очевидно, обращаясь к этим самым людям. Которые являются вторым сортом. Только дурак может не увидеть направленность, направленный, концентрированный интерес Российской Федерации к тем странам, которые до сегодняшнего дня считались там. И до сих пор считаются. Вот в чем дело. Украинские эксперты, спроси их, что такое Нигер. Они скажут, да это там, но никак не будет связана африканская страна с электростанциями во Франции, к примеру. И что произойдет, если вырубить поставки из этих африканских стран? Не станут ли атомные электростанции, находящиеся прямо в центре Европы? Кто-то начал явно мыслить сложнее. Интерес Российской Федерации в основном сейчас к региону Сахель. Куда входят Буркино-Фасоси, Нигал, Мавритания, Мали, Алжир, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан, Эритрея. Надо сказать, что у них получается влиять на умы тамошнего политикума. Потому что те начинают больше винить в ситуации западный мир и цивилизованное сообщество, нежели Российскую Федерацию. Давайте посмотрим на голосование, которое состоялось в Генеральной Ассамблее ООН 2 марта. Из 54 стран Африки только половина проголосовала за, а Египет и Эритрея, которые зависимы от поставок зерна, проголосовали против, к примеру. Вообще интерес стран Африки к происходящему в Украине не завязан на борьбе с демократией, со злом, или там свобода с несвободой и так далее, а чисто прагматичность. Что там у вас с зерном? Как этому противодействуют? Западные СМИ сообщают, Зеленский устроил видеоконференцию с представителями Африканского Союза. Но во-первых, на ней присутствовало только 4 главы государства, а остальные прислали кого попало вовсе. И кроме того, Зеленский, пытаясь сыграть на том, что так, что у них, что их может задеть, ага, знаю. Он сказал, что Россия проводит там типа неоколониальную политику. Ну, фигня в том, что для африканских стран такие вот фразы это очень больное, потому что они знают, что такое колониальная политика. И уж никак они не связывают это с Российской Федерацией, а как раз таки с теми самыми странами Запада. Достаточно вспомнить опять-таки эти человеческие зоопарки короля Леопольда, которые просто отрубались при нем руки и детям, и кому угодно. Ну, просто повальное, да? Ну, я должен заметить, что на саммите Южноамериканской торговой организации, Меркосур, Зеленского вообще не захотели слушать. Нет условий для диалога. А это заявил зам главы МИД Парагвай, это принимающая страна, достаточно позорно. Короче, выяснилось, что выражение «весь мир с нами» не соответствует действительности, потому что за весь мир мы долго-долго принимали только тот самый золотой миллиард. Остальные страны для нас, для всех были, ну, как бы, там, я не знаю, они снабжают нас ураном. Это наша обслуга. Вот эти вот снабжают нас бруликами, вот эти вот углем, к примеру, и так далее. Тогда как для остального мира, для остального населения, для значительной его части, тот самый цивилизованный мир для нас цивилизованный является тем самым угнетателем, который много-много лет выкачивал ресурсы, и к которому, ну, не расположены жители тех самых регионов, которые все остальные. Потому что миллиард, ну, а остальные, как бы, смотрите, население Китая и Индии превышает население всего западного мира вместе с Австралией и остальными. Зеленский попытался сделать свой ответ Лаврову, встретился с президентом Гватемалы. Ну, во-первых, Гватемала не самая крупная страна в регионе, во-вторых, президент Гватемалы к нему тоже много вопросов. Он, кстати, желая быть таким же милитаристом, как и Зеленский, который отпетлял от армии и в 2014 году веселил Безлера в Горловке, рассказывая о тупой украинской армии, он нарядился тоже в какую-то типа военную форму, там какие-то три звезды у него было. Ближе всего к военной форме он был, когда руководил два года тюрьмами Гватемалы, но из-за того, что там убивали и пытали людей, он отсидел даже в тюрьме. Вот такой вот президент. В принципе, они друг другу подходят. Макрон еще оказался подражателем, он решил посетить внезапно Камерун, Бенин, Гвинея, Бессау, чтобы его там не забывали. Среди российских политических экспертов при этом звучит предположение, что в ближайшее время группа BRICS существенно расширится за счет стран Азии и практически всей Африки. Вряд ли это произойдет очень быстро, но тем не менее альтернатива ООН и ЕС уже просматривается. И просматривается она среди тех, от кого меньше всего ожидали. Среди тех, для кого сейчас в нынешних сложных ситуациях мировой на первом месте стоит экономика, заработок, а не условные какие-то демократические ценности. Причем это те самые, которые знают, насколько эти демократические ценности ревнителями этих демократических ценностей обходятся. Здесь вижу, здесь не вижу, здесь демократические ценности, а вот здесь вот угнетание. И так далее. Они на своей шкуре это испытали и поэтому... Смотрите, страны Африки не помогут России в войне с Украиной, потому что им самим нужна помощь для того, чтобы армию их привести в нормальный вид. Тут дело не в этом. Тут дело в том, что начинаются шаги долгого пути, который однозначно приведет к полному переформатированию мира. Я в этом абсолютно уверен. Доминирование золотого миллиарда заканчивается. Заканчивается доминирование одной, давайте прямо там, одной страны или одного центра, который посчитал себя правым. Хорошо это, плохо, я не знаю. Но не видеть этого, вот это точно нехорошо. А это начинается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...